В императорском зале Казанского федерального университета прошло открытие научного семинара совещания «Ботанические сады в 21 веке», посвященного 215-летию образования Ботанического сада в УЗА. Все подробности далее. В рамках открытия научного семинара совещания Казанский университет посетили представители ботанических садов стран СНГ и городов России – Москвы, Уфы, Перми, Екатеринбурга и других. Слово для приветственного открытия конференции дали ректору Казанского университета Ильшату Гафурову. В своем выступлении он рассказал гостям об истории становления университета и о работе ботанического сада. Достаточно большой скачок произошел в развитии ботанического сада Казанского федерального университета, о чем сегодня при открытии мои коллеги и говорили. Это связано с тем, что ботанический сад повторил весь исторический период или процесс, который проходил наш университет в разные периоды собственного развития. Определенный рывок в деятельности ботанического сада университету удалось сделать после получения статуса федерального университета. Реальные работы начались в 2014-х годах и на сегодняшний день на территории 3,4 гектара университет имеет хорошее ядро. Это достаточно интересная инфраструктура и это достаточно интересная территория для проведения и практических работ нашими студентами. И я думаю, в достаточно короткое время данный центр превратится в научно-образовательный просветительский центр и для жителей Казани, особенно для молодой части ее населения. На мероприятии выступил и заведующий учебно-производственным центром ботанический сад Ния Салахов. Он более подробно рассказал присутствующим о развитии ботанического сада университета. Коллекционный фонд на сегодняшний день ботанического сада исчисляется 1656 наименованиями растений, в том числе 1166 таксонов открытого грунта и 490 в защищенном грунте. Представитель Совета ботанических садов Зиннур Шигапа выразил благодарность руководству Казанского университета за вклад в формирование ботанического сада. Произошло очень большое преобразование, прошла реформа территории, реструктуризация территории, проведено террасирование территории и созданы большие дендрологические коллекции. Для изучения дендрологической коллекции гости отправились в ботанический сад университета. Более подробные о поездке международной делегации в ботанический сад и проведении круглого стола расскажем в нашем следующем выпуске. Отметим, что ряд мероприятий, посвященных 215-летию ботанического сада, продлится до 8 июля. Энджимина Небаева, Виолетта Басова, Универт Ньюс.